здравствуйте мои дорогие зрители гости и подписчики моего канала канала обзорно и зазорно я благодарю всех тех кто подписывается на мой канал всех тех кто ставит мне лайки просматривает мои ролики до конца и пишет мне комментарии всем огромное спасибо ну а мы переходим к колесниковым ну куда без них начинается влог с того что колесниковы выходят практически по тьмах на улицу и колесников горит у них расцветает когда он это сказал я подумала что мне это все дело послышалось потому как но не может зимой ничего расцветать сразу вспомнился герой одного известного фильма был на мне узоров нет и цветы на мне не растут думаю значит у колесников где-то растут цветы зима растут цветы и мало того цветут какие-то деревья кустарники кроме цветов но нет колесников чуть позже повторился да говорит начинает расцветать вот так интересный вообще человек снова поликлинику они едут а дарина хочет магазин потом ну колесников говорит мол посмотрим как получится как пойдет сосульки стал рассужать сосулька говорит опасны их надо сбивать но они за только длинные сбили остальные сосульки мол сами на себе как то растают или сами по себе как-то отобьются общем они уже не страшны страшно только больше на быть шее колесников уже сбил только длинный говорит надо вз взбивать но едут они по городу показывает вам красоты города ёлки красивые украшены и растяжки по городу из гирлянд легче говорит что-то на вес из гирлянд но тоже Интересно, да, навес Видно, Алёша не знает, что такое навес И вот, наконец-то, Колесниковы в поликлинике Показывают нам Дарину, которая сидит в коридоре Ждёт своей очереди, скорее всего, к врачу Я, правда, не могу понять, для чего они её снова потащили к врачу Когда они были вчера у жилого врача И вроде как Дарина сдала все анализы Или им скучно было, взяли с собой самую младшую, не знаю Но сидит Дарина, её снимает свет И это я так всё-таки полагаю, что только из-за Лёши они поехали Лёше надо было флюорографию пройти Скорее всего, только Лёша должен был поехать Но ему было совсем скучно Разум взял с собой и Свету, и Дарину Свету он, понятно, почему взял Потому что потом, забегая вперёд, могу сказать, что они в магазин зашли Но зачем Дарину взяли? Точно было скучно И у неё в руках, руки в варежках или в перчатках И у неё сосулька в руках И, я так понимаю, эта сосулька ещё из дому с ней едет Только сейчас заметила Света говорит, ой, как интересно, сосулька что, приклеилась к твоим варежкам? Дарина говорит, да Представляете, если она эту сосульку где-нибудь бросит, будет лужа Ну, интересно, конечно, да Но Колесникова, скорее всего, этого не понимает Единственное, что сказала Света Говорит, сосульку нельзя, ну, в рот только брать Всё остальное можно сосулькой делать Ну и дальше нам показывают, что уже, наконец-то, Лёша сделал свою флюорографию Вышел уже из поликлиники И еду теперь они в светофор Приехали они в светофор И при входе на самом верху коробок стоит ёлочка такая небольшая Украшенная, симпатичная, в огонёчках вся Гирлянда горит Ну и Дарине она очень понравилась Говорит, а можно, мол, купить? Лёша говорит, она не продаётся Ну, я не понимаю, Дарине неужели мало своей ёлки Или их ёлка, которая дома очень проигрывает Здорово, скорее всего, проигрывает этой ёлочке Даже их, даже с горящей гирляндой проигрывает этой ёлочке магазинной Ну и идут они по магазину и выбирают, что же им купить Мочалку для тела, повертелась в это в руках Но потом сказала, что им не нужна такая мочалка Мол, у них уже есть такая Мне интересно, одна мочалка на всю семью у них или как? Такая уже есть, мог, больше не надо Их восемь членов семьи Должно быть минимум восемь мочалок Даже если есть такая, то я бы на месте Светы просто заменила бы Ту старую выкинула бы, а новую вот приобрела бы Но Света, видны, думает по-другому Ой, Дарина хочет тележку, но Лёша говорит Нет, ну у тебя трудно усадить тележку А вот я подумала, о Свете в прошлый раз легко ли было? Света в прошлый раз, когда они с Лёшей и Дариной ходили по магазину Она взяла и так лихо посадила Дарину в тележку Конечно, было нелегко, потому что Дарина уже не совсем маленькая Плюс они ещё и куртка и сапожки В общем, это было достаточно трудно сделать Но Света справилась с этим делом Почему Лёша это не может сделать? Я понимаю, что он сейчас скажет, что у него болит спина Ещё что-нибудь Но, простите, когда Дарина на нём прыгает Во время даже трансляции это легко заметить Он не говорит, что ему спина болит или ещё что-нибудь А тут вот трудно ребёнка посадить в тележку Идёт Дарина и смотрит всякие куклы там красивые Она взяла одну коробку с куклой Кукла из серии «Большие глазки» и, конечно, кукла с большими глазами А Колесников наотрезо сказался эту куклу покупать Говорит, рука не поднимется купить такую куклу Представляете? Говорит, разве это кукла? Мол, некрасивая О, ну да Некрасивая Скажи, что дорогая, просто не хочешь деньги тратить на детей Вот и всё Значит, у Колесникова что было? Кукла была некрасивая Ледянки были мягкие А салфетки были зимние Короче говоря, всё не то, всё не так Салфетки зимние То есть на них был зимний принт Такой вот новогодний Какие-то были снеговики Какие-то снежинки Деда Мороза, Снегурочки Ну такого плана были салфетки, упаковка Кстати, они их не взяли Ну рассмотрели, конечно, покрутили, повертели со всех сторон Дальше Дарина подходит Говорит, ой, смотрите, алмазная раскраска Ну Света подошла, тоже взяла Ой, говорит, а как так алмазная раскраска? Я, мол, не понимала такое А Дарина говорит, ну Настя такое очень хотела А потом Света говорит, а ну смотрите Тут надо часть, значит, картинки раскрасить А часть выложить этой мозаитой Алмазной И получается в итоге алмазная раскраска Но тоже Лёша это дело отверг Не взяли Дальше идут они по этому магазину И Дарина хочет сок Посмотрели, Лёша говорит Посмотрели одно, посмотрели другое Как бы, ну, комментируют свои действия Дарина Говорит, сок посмотрела тоже Повторяет всё за родителями А Лёша сориентировался Говорит, посмотрела? Ну что тебе, мол, ещё надо? Посмотрела и молодец В общем, в очередной раз был зыринг У Дарины Посмотрели и хватит Потом увидели большие бутылки По-моему, там 2,5 или 3,5 или 3 литра Большие бутылки колы Решили взять Аж 2 бутылки колы Я так подумала, ну, вроде ничего Это хотя, конечно, маломата на 8 человек Но Кто, думаю, пьёт, то колу Кто не пьёт, думаю, нормально будет И вот хотели они взять 2 большие бутылки колы Но Лёша предложил взять 3 Я думаю, хорошо, что я сижу на стуле Я чуть не упала Вот это щедрость Взяли 3 разных напитка Колу Какой-то там оранж И что-то вроде лимон лайма А также Света ещё взяла В тетрапаковской упаковке Брусничный морс Представляете? Дальше Гарина ходит по рядам И предлагает кашу купить Ну Пошли на поводу Гарины Да, купили кашу Кукурузную И 7 злаков Значит, 3 упаковки, я так понимаю По килограмму кукурузной каши И 3 упаковки каши Которая называется 7 злаков Макароны не взяли Макароны есть Ну да, они вот были На днях в Фудсити И купили там макароны Сгущёнку в банках не взяли Сошлись на том, что Невкусная была сгущёнка Это та сгущёнка, которой Никита перемазывал коржи вафельные Потом ещё взяли напиток Клюква и малина В общем, напитков У Колесникова вдоволь Масло хотят взять Зашли они в этот отдел Где молочка И увидели сметану такую Наверное, там килограмм Или литр сметаны Ведёрки взяли Два ведёрка сметаны Света заинтересовалась майонезом Вообще, посмотрела в другую сторону А ушла от этих полок Которые вот Её должны были интересовать В первую очередь Потому что они за маслом собрались Но Лёша её отдёрнул Вернул её С небесной землю Говорит Ты масло давай смотри Как всегда, грубо обошёлся со Светой Ну и Света стала изучать состав масла Масло в таких больших брикетах Как мне показалось Там как будто бы по килограмму И она изучает Говорит, главное Чтобы масла не было как маргарин И пока она изучает Дарина предлагает сыр и колбасу купить Я так понимаю, что ребёнок голодный просто Масло этого взяли они 10 упаковок Думаю, ничего себе 10 килограммов масла теперь у них есть Потом взяли маргарин Тоже в таких больших упаковках 5 упаковок Значит 5 килограммов маргарина У них 10 килограммов масла Но Лёша говорит Всё подешевле взяли Даже в Светофоре берём Самое дешёвое Вот так, экономные они Потом Лёша увидел Сгущёнку какао Сгущённое какао Тоже в бутылках Точно таких, как был Сгущённое молоко Но тут какао Лёша говорит О, жируем Даже на цену не посмотрел И взял Я не думаю, что прям Качество будет лучше Чем сгущённое молоко Этого какао Но для того, чтобы знать Хороший или нет Надо сначала попробовать Вот Лёша и взял Расщедрился Жируем, говорит Это было что-то Вот индюшатина нет Видно, индюшатину хотели Им понравились те голени Которые они брали Как-то летом Если я не ошибаюсь Ну и Дарина колбасу Хочет говорить Да, у нас нет колбасы Искали, искали, искали Дарина один сорт предлагает Другой третий Он лишь говорит Нет, это всё дорого-дорого-дорого Наконец-то Вроде как нашла Тот сорт колбасы Который вроде бы Должен быть подешевле Но на нём не было цены И тогда Лёша предложил Взять сосиски В общем, взяли они Эти сосиски И говорят Уже едут на кассы И Лёша говорит Это закупка Ко дню рождения Сок и вода Вот так Не вся закупка Только сок и вода А что будет дальше Не знаю Конечно, до дня рождения Виталина ещё есть время Ещё там около недели Но Интересно Почему только сок и воду Берут на день рождения Мейнез закончился Говорит Света Лёша ей говорит Ну вы едите Тут Света мне понравилась Она ему ответила Так это вы едите Парировала Света Уникально Конечно Ну вот таким вот Получился у меня Обзор влогов Семьи Колесниковых Если он вам понравился Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал Всем пока-пока И встретимся в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok